Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга четвёртая. Настоящая магия. Пролог. Вот я и очутился рядом с таким родным болотом, от поверхности меня отделяет только тонкая полоска мха и больше ничего. Будь тут скала, пришлось бы постараться, чтобы пробиться наружу. А так, можно даже и немного полежать, размышляя о последних событиях. Не поторопился ли я сбегать? Может быть, лучше было остаться, попытаться спасти надгробие, позаботиться о своих людях. Но нет, это всё глупости. Я и так рискнул и сделал даже больше, чем по большому счёту стоило бы. Те же Лена, Петрович, Даша, новенькие инквизиторы. Жаль, не успел официально изгнать Майер. Всех их теперь будет хранить интерес ко мне. Даже Светлый Квартал, уверен, оставит в текущем состоянии. Зачем разрушать то, что работает? А мой финальный крик Закарика? Как раз тот самый риск. Пусть будет небольшим подарком для моей команды. Всё-таки, одно дело просто непонятный Светлый, которого можно и нужно наказать за дерзость, пройдясь по всем, кто с ним общался. И совсем другое, если он, возможно, связан с мятежным богом. Что ж, пусть ждут меня. Я обязательно вернусь. И, возможно, даже скоро. Притом, как раз, что моё доброе дело не осталось безнаказанным. В тот момент я действовал пусть и в рамках плана побега, но всё-таки больше на инстинктах. И почему-то до последнего не верилось, что до этого дойдёт. Но получилось всё крайне удачно. Я ещё раз бросил взгляд на статус своего, можно сказать, профессионального параметра. Ваш обман повышен до 6600 в день. Очень многие силы задумались о Светлом происхождении Карика. Я ведь увеличил прирост этой характеристики почти на 2500 одной фразой. И теперь, чтобы с моими текущими накоплениями обмана добраться до редкой ступени, понадобится всего 4 дня. А там, если повезёт, и правила набора не изменятся, то ещё 4 и будет эпик. Нет, но как же всё складно вышло. Про Карика, похоже, никто до конца ничего не знает. Ни о его силе, ни о происхождении. А тут я, весь такой светлый, помогаю не провалиться его плану по убийству Ксардоса. Естественно, подозрения никуда не делись и без моей финальной реплики. Я просто сделал то, что и так было бы более явным. И всё. Так что, официально буду считать своё поведение в той ситуации правильным и единственно верным. А теперь надо разобраться, что же я могу сделать со своей маской. Всё-таки, не зря же я собрал все 4 куска. Стоп. Почему вода начала течь мне за шиворот? Я же не шевелился. А тут такое чувство, что рядом кто-то ходит. Какой ты, однако, спокойный. Может, хватит уже лежать и пора показаться на белый свет? Вместе с таким знакомым голосом сверху ко мне рванулась крепкая мужская ладонь и, схватив меня стальными пальцами, за шкирку вытащила на белый свет. Только что думал, что ловко обманул жнецов и богов, и вот меня уже, как котёнка, трясут на вытянутой руке. Здравствуй, Дэвид. Извернувшись, я отпрыгнул назад и одновременно, постаравшись зацепить пальцами ног свой камень воскрешения, выхватил из невидимого кармана новую косу. Взамен той, что осталось возле моего тела в находке. Заодно активирую взор, чтобы проверить, нет ли скрытых опасностей. Но всё чисто. И тебе здравствуй. Лысый, а это оказался именно он, и не подумал доставать свой меч, а наоборот, даже отошёл в сторону и подкинул в руке небольшой камушек, так похожий на моё временное надгробие. Стоп, а что тогда у меня? Обманка? Ну, конечно, для возрождения вполне достаточно, чтобы камень лежал наверху, а потом, чтобы жертва даже и не подумала дёргаться, можно его откинуть в сторону и подобрать. А попавшемуся в ловушку глупцу хватит и самого обычного подложенного заранее булыжника. Пусть хотя бы на секунду поверит, что может контролировать ситуацию. Я тут хожу, брожу, вижу, чьё-то надгробие лежит, да и думаю, посмотрю, не появится ли кто. Лысый был явно доволен сложившимся положением вещей и разыгрывал случайность с таким искренним удовольствием. А вот мне было совсем не до смеха. Как ты тут оказался? Если честно, вот он, главный вопрос. Я же помню информацию об этом месте. Болото блокирует использование любых амулетов. А без магической защиты местная мошкара сожрёт любого, несмотря на его силу и уровень. Помнишь, ты дал мне зелье магической защиты. А потом я ещё прикупил таких на чёрном рынке. Как оказалось, их привезли откуда-то с фронтира. Лысый почему-то решил ответить на мой вопрос, и это хороший знак. Похоже, я ему нужен, и это радует. А то уже начал было рассчитывать, что будет, если я вернусь в находку. Стоп. Что он сказал? Моё зелье? Именно оно помогает преодолевать местную защиту. Получается, разбрасываясь своими технологиями, я сам изогнал себя в эту ловушку? Или… Не надо спешить с выводами и давать себя вести. Я считал это место надёжным, но теперь-то, зная о превосходстве стихий, получается, что для обладателей метки уровня эпик и выше, местные, обычные и улучшенные москиты совсем не будут представлять проблем. Вот и всё. И не надо чувствовать себя виноватым. Хотя, конечно, стоило догадаться об этом, и предусмотреть всё гораздо раньше. Точно никогда меня вытащат из ямки у собственного надгробия. Так вот, этого зелья оказалось вполне достаточно, чтобы исследовать это болото. Как оказалось, ничего интересного, но зато нашёл твой камень. Должен сказать, интересное место ты выбрал, чтобы спрятать свой запасной вариант. Лысый, не зная о моих мыслях, продолжал гнуть свою линию. И что очень важно, я не слышу в его голосе зависти относительно моего второго надгробия. Учитывая это, и ещё то, что он просто не забрал мой теневой булыжник себе, можно сделать весьма вероятное предположение. Скорее всего, мою привязку к нему не отменить. Однако, Дэвид, несомненно, чего-то захочет за возвращение такой ценной штуки. Не просто же так он тратил своё время, поджидая меня здесь. «Тебе же что-то нужно от меня? Давай уж сразу не будем ходить вокруг да около, и всё обсудим, как взрослые люди. Ты знаешь меня, я знаю тебя». Вроде правильно всё сказал. С одной стороны, предложил переходить к делу, а с другой – напомнил, что на меня можно положиться. Начал одеваться заранее. Встречный вопрос Лысого выбил меня из колеи. О чём это он? И тут же пришло понимание – точно, ведь доспехи Карика нельзя снять, и сейчас, сразу после смерти, именно они оказались моей единственной одеждой. Что ж, хорошо, что Дэвид подумал именно так. Вроде как я под землёй почувствовал угрозу, и в спешке начал надевать первое, что попалось под руку. Непрезентабельный вид брони Карика по сравнению с другими легендарными вещами сыграл мне на руку. Но всё же Лысый, несмотря на эту ошибку, очень и очень хорош. Как и ловко перевёл тему разговора и выиграл себе время, чтобы решить, что мне можно говорить, а что нет, и не выглядеть при этом глупо. Я вытащил из невидимого кармана лежавшие там запасные элементы брони Меусов и приоделся, тоже воспользовавшись этим временем для оценки ситуации. «Мой камень у Лысого, но использовать его он не может. Как долго он меня ждал и действительно ли случайно нашёл, это уже не так важно. Значит, моя цель – вернуть камень, и скорее всего для этого придётся заключить договор, но необходимости соглашаться на что-то чрезмерное нет никакой». «Ты спрашивал, чего я от тебя хочу?» Лысый неожиданно вытащил свой меч, активировал маску, запустив во все стороны еле заметную чёрную волну, и только потом продолжил. «Растут только ты и я. Пожалуй, будет лучше рассказать тебе всё сначала, чтобы ты потом не задавал мне лишних вопросов. Итак, мой покровитель знал о плане Харика заранее». Я только закончил осмысливать интересную особенность маски по мониторингу пространства, как тут такой неожиданный поворот. Вернее, о его планах знали все. Лысый явно остался доволен произведённым эффектом. А ведь он, несмотря на явно подросшую силу, не сильно-то и изменился. Всё тот же самоуверенный мужик, готовый в случае чего переть напролом. «Но мой покровитель верил в то, что ему удастся их реализовать. Но только частично, что, собственно, и случилось. Именно поэтому он отправил меня сюда, чтобы, когда тут появятся последователи новых богов, я смог бы перевести часть из них под его знамёна». «И всё?» «Честно, я удивился. Но яда тебе зачем?» «Они опасны. Вот чего-чего, а этого от Лысого я не ожидал. Не сильны. Вначале никто не может быть сильным. А именно опасны своей необычностью. Твой покровитель ещё явно не в курсе. Тут он почему-то задумался. Впрочем, ты всё так и так скоро узнаешь. Все новички, маги. Не воины, как ты или я. Не знатоки проклятий, как тёмные, а самые настоящие волшебники, как в детских книжках. И в этом их сила и слабость. Очень многое, что кажется нам с тобой невозможным, для них будет просто и естественно. И наша задача сделать так, чтобы они не превратились в новую силу, которая сможет перекроить мир, а растворились в старых группировках. Но магии же нет. Как глупо. Но это всё, что пришло в голову. Новички тоже маги, как я? Вернее, лучше. Им-то, похоже, не надо скрываться. Вот же чёрт, какая несправедливость. И, чтобы там не хотел устроить лысый, я точно хочу познакомиться с таким пополнением этого мира. Я ведь сбежал сюда, в начальную долину. Но если бы знал, что тут намечается, пришёл бы и без всякого принуждения. Нет, такую заварушку пропускать точно нельзя. Ты просто привык так думать. Как-то неожиданно покровительственно начал Дэвид. А ведь он специально так. Сначала ошарашил, теперь восстанавливает вертикаль наших бывших отношений. Ведь я действительно ещё секунду назад думал, что это просто не умеющий сдерживать себя грубиян. Ты уже был за пределами начальной долины. Видел, кто там обитает. Да даже тут. Вспомни кап на болотах. Их водяные цунами. Что это, как не магия? Просто раньше её не было у людей. А теперь будет. Вот и всё. И тебе неинтересно, что это даёт? Может быть, нам не надо разрушать новые союзы, а наоборот попробовать приручить эту силу? Ну вот. Я совсем пошёл в разнос. Уже говорю то, что думаю. Надо срочно брать себя в руки. Именно в этом-то и опасность. Многие могут так решить. И нам надо доказать всем, что новички не могут представлять собой силу. Первый исход. Он самый большой. Сегодня в мире появятся почти две сотни магов. И нам надо сделать так, чтобы минимум половина из них отреклась от своих повелителей. Лысый смотрел мне прямо в глаза. Ты спрашивал, зачем мне нужен? Я буду честен. Я не знаю границ возможностей новичков. И мне нужен тот, кто прикроет спину. С тебя, Гейс, с меня возвращение твоего камня. Потом помогаешь выполнить моё задание и можешь идти на все четыре стороны. Согласен? С каждым предложением он немного повышал голос и подходил ближе. А последний вопрос прямо-таки гаркнул мне в лицо. Детали? Вот только я уже собрался и был готов не реагировать на такие мелочи. Гейс, слушаться меня. Перевести сто последователей новых богов в любой другой пантеон. Срок до выполнения задания. Ограничение. Ситуация, связанная с твоей безопасностью. Амулет скрытия личности я тебе дам. Лысый коротко и рубленно донёс до меня все детали. Всё понятно. И главное, условия честные. А Дэвид даже не пытается что-то скрыть. По крайней мере, в рамках конкретно этой сделки. И если сравнивать с тем, что я сам знаю. Похоже, ему и в самом деле хочется покончить с этим побыстрее. Ну а мне нужно будет всего лишь контролировать всё происходящее, чуть больше, чем обычно, до конца этой совместной операции. Что ж, секреты Лысого и моё второе надгробие, пожалуй, стоят того, чтобы сыграть в чужую игру. Тем более, с учётом того, что моих возможностей никто так до конца и не знает. «И что теперь будем делать?» Мы по-быстрому скрепили гейс, в процессе переформулировав пару скользких моментов, и выбрались за границу болота. Москиты хоть и не могли нанести нам вреда, но находиться туда было не очень комфортно. «Ждём. До рассвета ещё двенадцать часов», – пожал плечами Дэвид, устраиваясь на землю поудобнее. «За пару часов выступаем к ближайшему костру, прибиваемся к отряду и дальше действуем по плану». Звучит логично. Вот только стоит ли ему говорить, что он нас очень быстро рассекретит с помощью самого обычного взора, что будет у каждого из новичков, или лучше не стоит? Да, будет правильнее сначала посмотреть, как подготовился к этой операции сам лысый, и что представляют собой эти новые маги, а потом уже что-то предпринимать. Боги, как же волнительно! Такое чувство, что я попал прямо в эпицентр нарастающей бури. И сейчас она разгоняет прямо по моему телу водоворот мурашек. Глава первая. Планы. Прошло уже несколько часов. Мы так и продолжали сидеть, каждый погружённый в свои мысли. Я вот думал о том, что же могло случиться в находке после моего исчезновения. Прикидывал варианты, и, надо сказать, не все из них были столь радужны, как мне изначально представлялось. Впрочем, чего уж теперь об этом. Вторая мысль, к которой я раз за разом возвращался, это моя маска. Так и не терпелось разобраться с ней. Выбрать способности, определить, что к чему. Начать, наконец, этот, пока непонятный мне этап напитывания её энергии. Вот только делать это рядом с лысым совершенно не хотелось. Я не представляю границы силы этого человека. И кто знает, что он сможет заметить, стоит мне начать эксперименты. Нет, сейчас не происходит ничего настолько критичного, чтобы рисковать. Тем более, в находке я уже видел, к чему может привести спешка. А сжигать мосты ещё и тут мне бы точно не хотелось. Немного позитива принесло наступление полуночи. Как только на часах Лысого Большая и Малая Стрелки собрались на двенадцати, я тут же получил сообщение об увеличении обмана и перепрыгнул с третьего улучшенного уровня сразу на пятый. Неплохо так вышло. И то ли ещё будет. Дэвид. Надоела тишина. Тем более, есть же столько безопасных вопросов, которые вполне можно задать. А что будем делать, когда встретим новичков? Представимся старожилами, берём в оборот и убеждаем сменить бога? Вряд ли, конечно, всё так просто, но начать обсуждение лучше с самого очевидного варианта. Нельзя. Закон. Иначе бы все подряд прямо тут набирали себе пополнение. Как я и думал, Лысый моментально подтвердил мои опасения. Будем наглеть. Позволим себе чуть больше, чем просмотреть их характеристики, и их боги получат право вмешаться. А ничем хорошим это в итоге не кончится. А первые 24 часа с ними вообще ничего нельзя обсуждать. Мелочи про выживание это ещё ладно, а вот политику это уже запрет. Мне тут же вспомнилось моё появление в этом мире и скрывающие от нас информацию Андрей с Суреном. Как я тогда на это злился. Оказывается, помимо каких-то личных факторов, тут был ещё и прямой запрет. Хотя, они и по прошествии первых суток всё так же продолжали молчать. Но, может быть, и для этого были причины. А что такое закон? А то все его периодически упоминают, а точного понимания у меня до сих пор нет. «Видя, что Лысый настроен благодушно, я задал ещё один вопрос, который меня давно интересовал. Закон?» Казалось, Дэвид даже удивился. «Не знаю, каким образом это однозначно сформулировать. Но расскажу так, как когда-то это объяснили мне. Вот тебе нравится, что ты можешь воскреснуть после смерти?» Я киваю. «А что ещё на такой вопрос можно ответить?» Так вот, эта возможность, она – часть системы, закона. Пойдёшь против правил, и сначала мир вокруг тебя начнёт сопротивляться твоему существованию. Появятся сильные противники, или без предупреждения сразу лишишься всех дарованных навыков и способностей. Как именно это сработает в каждый конкретный момент, неизвестно. Пострадает ли человек в одиночку, или будут ещё жертвы из тех, кто просто находился рядом, одно точно, без последствий не обойтись. Тут Лысый пожал плечами и добавил. «Некоторые люди как раз специализируются на толковании законов. Собирают их по всему миру, формируя сборники. Так что будешь в любом крупном городе, обязательно купи». «Всё понятно. Рассказывать даже основные правила просто так мне никто не собирается». Лысый дал это понять вполне определённо, переадресовав к другим людям. А жаль. Учитывая только что услышанное, это было бы полезно. Конечно, Дэвид мог и приврать, исходя из своих интересов. Но есть ли ему смысл это делать? Ну и главное, теперь я точно знаю, что в первую очередь обязательно проверю, как только окажусь в любом из городов. Кстати, ещё один закон ты уже должен знать. Как опытные жители мира, мы должны будем помочь новичкам добраться до безопасного места. Ну или хотя бы не дать совершить ничего, напрямую ведущего к их гибели. Я уже думал, что наш разговор окончен, но Лысый снова заговорил. Вот только выдавать себя при этом мы не будем. Так что можешь начинать придумывать, как мы станем их успокаивать и направлять в нужную сторону, сами при этом изображая таких же желторотых новичков. Поделишься? Я выразительно посмотрел в ту сторону, где особым зрением было видно русское имя Дэвида. Что ж, раз меня посвятили в идею с, так сказать, переодеванием, самое время попросить выдать мне всё необходимое оборудование. Лови! Лысый как будто ждал этого вопроса и тут же протянул мне амулет, выполненный из исписанной незнакомыми мне символами кости. Теперь все будут видеть только твоё имя. Историю можешь придумать сам. Главное, чтобы новенькие маги считали, что мы одни из них. Тут он зачем-то погладил себя по лысине и надел точно такую же штуку себе на шею. Ну а я не удержался и начал поднимать уровень взора, чтобы проверить, когда же он сможет пробить защиту этого артефакта. И это не блажь. На будущее мне будет очень полезно знать, когда именно новички получат возможность узнать, кто же мы такие на самом деле. А в том, что рано или поздно они попытаются это сделать, я даже не сомневаюсь. Дэвид Джонс, уровень 99, возраст 816 дней. Легендарная метка бездны. Что ж, уже на третьем уровне я смог увидеть всё, что надо. Если что, для этого нужно 70 интеллекта. То есть, получается, чисто теоретически, наши подопытные смогут нас раскрыть, когда доберутся до половины от этого параметра. Если, конечно, догадаются про вкладывание характеристик друг в друга. Но тут лучше предполагать худшее. А то, как известно, излишний оптимизм вреден для жизни. Амулет сокрытия. Активная стихия хаос. Дополнительный эффект подчинения. Накладывает 10% от дополнительного эффекта каждый день при текущем уровне силы. А это я уже посмотрел на свой амулет. Всё-таки хорошая эта привычка проверять подарки. Ещё Гомер про это писал, но они все отнеслись к его посланию с должным уважением. Впрочем, было бы глупо рассчитывать, что лысые не попробуют ничего предпринять. Я знал это с самого начала, так что сейчас будет глупо обижаться. А учитывая постепенность работы данного амулета, можно будет даже его пока и поносить. Но что гораздо важнее, либо сам лысый, либо его бог, явно что-то уже заранее знают о возможностях магов. Иначе, с чего бы в амулете сокрытие появилось пусть минимальная, но защита от взора. К сожалению, о том, что это могло бы значить, я пока могу только гадать. Впрочем, учитывая книги с заклинаниями, что порой попадаются в монстрах, и этот подход, могут предположить только одно. Магия тут раньше уже была. И узнать о её следах – вот ещё одна причина поработать с лысым. Как минимум, я должен буду разобраться в том, как Дэвид вышел на моё запасное надгробие. В то, что это случайность, не поверит даже самый наивный человек в мире. Как он понял, что скрытый во мху небольшой булыжник – это оно? Нет, тут точно будет над чем поработать, и без некоторых ответов уходить просто нельзя. Иначе, как чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности? – Без гарантии того, что у тебя где-то там есть тихая гавань, где никому тебя не найти. Нет, я слишком привык к этому ощущению, чтобы так просто от него отказываться. Ты сказал, чтобы я сам придумал себе историю для новичков. Неожиданно в голову пришла ещё одна мысль. У тебя есть план? Они же будут общаться, делиться своими только что открывшимися способностями. Это мы уже умеем хранить секреты. Но для них-то всё только начинается. Они выжили во время испытания. Потом стресс от теневого мира. И как тут не похвастаться своей новой силой? Ты не думаешь, что на таком фоне мы будем смотреться в белыми воронами? Ещё даже не закончив говорить, я понял, что как раз об этом аспекте Лысы-то и не задумывался. Нет, он бы в случае чего сделал морду кирпичом и всё, вот только даже тонкий ледок для выстраивания правильных отношений с новичками будет лишним. Можно привезти какого-нибудь монстра из леса и выпустить рядом с костром. Мысли Дэвида пошли в каком-то странном направлении, хотя должен признаться, в этом действительно что-то есть. Убить никого мы не дадим, так что закон не нарушим, а лёгкая паника и хаос избавят нас от любых ненужных вопросов. Хаос. Точно. Вот что смущало меня всё это время. Я увидел это слово в описании амулета Лысого, пока тот держал его в руках. Да и на своём тоже. Но при этом его метка принадлежит бездне. Получается, у него два покровителя? Или даже не Дэвид, а его бог работает сразу на две силы? Или уже я просто всё усложняю? Ладно, пока не будем гадать. Но, судя по всему, рядом со мной появился ещё один секрет, на который стоит обратить внимание. У меня есть идея попроще. Я решил вернуться к так и незаконченному разговору. И вытащил из невидимого кармана огненный двуручный меч. Один из тех, что попался в своё время под руку, когда я отрабатывал зачарование на всём подряд. Как ты думаешь, примут ли они за своего того, кто пусть и не обладает обычной магией, но может призывать магическое оружие? Возможно же такая специализация? А понять, вытаскиваю ли я свою косу из воздуха или из невидимого кармана, они всё равно не смогут. До этого я делился своим зачарованным оружием только с паладинами. Но сейчас, думаю, можно и расширить этот список. Меч, что я сейчас передал, не самого лучшего качества, так что долго использовать его у Лысого не получится. Поэтому можно считать, что вопрос сохранения технологии решён. А другие минусы и не приходят в голову. При том, что благодаря этому шагу я смогу сейчас немного выправить наши отношения. А то варианты, где один безусловный лидер, а второй верно внимающий номер два, мне как-то не очень нравится. Думаю, да. Лысый принял протянутый ему меч, а потом ещё раз поднял взгляд в мою сторону. На этот раз без какого-либо проскальзывающего раньше снисхождения. Это сила твоего бога? До этого всё как-то не доводилось рассмотреть, чего же ты успел добиться. Ничего запредельного, но всё равно впечатляет. Оказывается, и у светлых могут быть интересные приёмы в загашнике. Впрочем, боюсь всё это ненадолго. Выходка Ксардаса прорвёт плотину, что держалась последние годы. Выходка Ксардаса? Получается, он в курсе убийства Десятеликова, и скорее всего, моего во всём этом участия. К счастью, похоже, Лысого этот эпизод не так уж и заинтересовал. А вот его мысли о плотине выглядят интересно. Неужели это то, о чём я думаю? Думаешь, начнётся охота? Спрашиваю. А сам уже внутренне согласен с этим выводом. Конечно. Тут же ответил Дэвид. Уже многие годы люди копят силы. Но до этого никто не рисковал попробовать прорваться дальше. Ксардас же показал, что боги слабы. По крайней мере, боги света. Что их можно убить. Притом это делает тот, кто потом, в свою очередь, лишается головы от действий человека с самой обычной улучшенной меткой. И как после такого тем, кто считает себя великими, не попробовать повторить этот эксперимент? Всё логично. Похоже, теперь генералы, а вместе с ними и сильные обладатели легендарных, а то и вовсе эпических меток, начнут охоту на оставшихся светлых богов. Это какого же джинна из бутылки я умудрился выпустить? Конечно, если первые попытки окажутся неудачными, то всё это движение быстро заглохнет, а если нет, как ответят другие боги, вступятся ли за своих или не будут вмешиваться, пока не трогают их собратьев по стихии, а жнецы, как они отнесутся к появлению новых потенциально равных соперников? Сколько вопросов и никаких ответов. И думаешь, у них получится? Мне стало интересно, что думает об этом человек, явно знающий побольше меня. Меня не интересуют ни светлые, ни трусы, ждущие удобного случая. Неожиданно зло отрезал Лысый, а мне сразу вспомнилось, как он выглядел со стороны в мои первые дни тут. Откуда-то даже появилось чувство ностальгии. Впрочем, быстро растаявшее, не оставив и следа. Эмоции – это та роскошь, что я не могу себе позволить. По крайней мере, если планирую выжить в этом мире. И стоило взять себя в руки, сразу стало очевидно, почему Лысый так себя ведет. Это же его путь, его выбор и его цель – убить Бога. А потом взобраться туда, куда еще не ступала нога ни одного из живущих в этом мире. Может быть, тогда будем выступать? Прикинув время, я с удовольствием пришел к выводу, что хватит уже сидеть без дела. Хочется поскорее разобраться с внедрением в ряды новичков, понять, что они собой представляют, и, наконец, оставшись наедине с самим собой, перейти к освоению своей новой силы. – Будем. Лысый поднялся на ноги, с каким-то непонятным воодушевлением махнул подаренным огненным мечом и указал направление к ближайшему стартовому костру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...